Сотрудники экоинспекции и полиции проводят традиционный ежегодный рейд по выявлению незаконной торговли первоцветами, внесёнными в красную книгу и в список исчезающих растений. Экоинспектор замечает женщину, продающую пролезки. Сумка доверху набита цветами. Я пойду, я просто на лечение. Нет, извините, я на лечение. Нет, я уйду тогда. Схватив товар, женщина поспешно уходит. Следующий продавец оказывается более сговорчивым. Помимо пролезков, женщина продаёт занесённую в красную книгу черемшу. Рассказывает, собирала первоцветы в новой водолаге. Вы знаете, были в лесу, а что делать? У меня же своя зелень, свои теплицы. Потому оно растёт рядом. И там его сколько, знаете, пруд прудит. Пошли там шашлыки жарить. Это чисто для нас. Знаете, по букету. Как только подходит проверка, меняется не только настроение женщины, но и версия того, как первоцветы попали к ней на прилавок. Инспектором экологической службы на вас будет складен протокол про административные правопорушения, которые расследуются подальше с судом. Суд будет принимать решения. Мы занимаемся зеленью, а это по ходу, что приносят с лесу. Кто-то приносит с лесу вам, да? Да. А вы вообще не... Ну, не никогда ходить по лесам. Вылечено 191 букет черемши, а 25 букет в пролиске. На реализатора составляют протокол и конфискуют цветы. По словам правоохранителей, документ направят в районный суд, а изъятые первоцветы пойдут на корм животным Харьковского зоопарка. Это нарушение. Вы знаете, прекрасно. 160-й сейчас оставят на вас по поводу того, что... Уважаемые, на минуту. Да не надо мне это вот снимать и... Экологи рассказывают, за реализацию первоцветов предусмотрены штрафы. За пролиски от 510 до 1700 гривен с конфискацией. Случай с краснокнижними цветами – это подснежник Черемша и Тюльпан Дубравный. Размер штрафа доходит до 3400 гривен. Те, кто собирают первоцветы, также нарушают закон. Штраф за каждое растение – от 16 гривен. Есть подснежник складчастей, это такие беленькие цветочки. Он занесен до Червоной книги Украины, проте он произрастает больше в Крыму и в этих областях. А у нас есть пролиска дволиста, это сыненькие. Они занесены до списка рослин, которые возникают на территории Харьковской области. Они тоже поддравляют особой охране. По словам эколога, за две недели проверок уже составили пять протоколов. Рейды продлятся до 25 мая. Ольга Куриленко, Александр Логутин, Медиагруппа «Объектив».